А еще ниже буквы можно? 360-80, примерно Лицая, конечно, там не бежит Есть там еще магнит Да, вообще здорово, что магнитом просто по снегу походить можно Студент? Да Ну и... Ну, это клево Пятник был на экране Угу 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 Шесть Угу Падение метеоритов происходит ежедневно, количество выпадающего вещества достигает десятков тонн в день на Землю. Другое дело, что, конечно, на нас, как локальное место, это значительно мы реже видим, часть падает в океаны, многие ненаселенные места и так далее. Над Уралом, если говорить конкретно наше место, я могу сказать о болидах наиболее крупных. Это вот 49-й год Кунашакский метеорит, который прилетел здесь и выпал на границе Свердловско-Челябинской области. Потом 56-й год, по-моему, это Широковский метеорит, упал в Пермской области. Дело в том, что наша область, она отличается тем, что тут единственный метеорит найден, и то случайно, случайно, там в Торфе, около Камышлова, извиняюсь. А потом где-то был болид 2001 года, мы гонялись, кстати, наша экспедиция гонялась за ним долго, полгода шла на север по его следам, так он ушел куда-то далеко на север. И вот это событие, это вообще самое эпохальное, которое я отнесу наверняка в тройку самых крупных, которые произошли на территории России за последние 100 лет. Ну, видать, Тунгусска уже выпадает из этой сотни, то есть речь идет о Сихоте-Алине, о Витимском болиде, ну и вот этот третий, наверное. А дело в том, что, ну, я, может быть, скажу несколько мульгарно, центр метеоритных исследований, один из центров, в том, и Москвы, второй центр приходит, находится здесь, у нас, в Урфу. То есть у нас действует там 26 лет метеоритная экспедиция, у нас есть достаточно количество вещества, у нас делаются постоянные исследования студентами, каждый год защищаются дипломы, так что мы совершенно не случайно здесь. Ну, зарубежные центры, научные только из Гавайев, там Саша Крот прислал письмо, больше пока никаких связей не было, ну, да это не надо пока, официальные пути есть, не надо будет, когда будет вещество. Нам пока нечем похвастаться, у нас вещества крайне мало. А вот это для вас сейчас, для этих... Ну, мне бы хотелось как можно быстрее получить более большое количество вещества, сделать из него шлиф и посмотреть, хороший, не спеша анализ по всем тем возможностям, которые есть у нас здесь в лаборатории, наверное, на Центре. А что бы хотелось найти? Дело в том, что каждый метеорит уникален, я не могу предсказать, что интересного будет в этом метеорите именно в структуре, когда мы начнем изучать структуру. А вот как сейчас, например, выглядит то место, куда он упал? Ну, видите, то, что... Я думаю, что он упал в нескольких местах, не только в том месте, куда выезжала экспедиция, то там это было буквально полынья, размером там, по-моему, около 6 метров, в озере Чебар-Коль. Но это, я думаю, не единственное место, потому что был виден разлет осколков, и он наверняка покрыл десятки километров. Ну, такие хорошие падения во всем мире примерно с частотой раз в год. У нас было в 2008 году вообще любопытное событие, когда астероид застекли на подлете, он шел от Солнца, за два дня рассчитали его траекторию. Он вошел над Атлантикой, выпал в Африке, в Судане, и там Майкл Заленский организовал, поднял студентов, они прочел свою пустыню, собирали эти свежие камешки. Следующий метеорит был, упал в Америке где-то в прошлом году, и во всех случаях сразу же организовывалось какое-то мощное консорциум для его изучения, Москва. Алло? Да. Да.